привет друзья подписчики моего канала просто зрители давно не выходили видео на этом канале страсть это дело исправить и сегодня друзья будем готовить очень вкусные свиные ноги из них существует много рецептов и в азиатской кухне и поверьте друзья это не зря свиные ножки они очень богаты коллагеном это очень полезная штука для кожи для костей именно женщинам полезно но это просто вкусно я купил магазине уже вот порубленные вот такие у нас продается тут у меня свиные ножки ведь какая красотища и культяшки от индюшатины все это будет быть вместе это будет очень классная вещь что с ними нужно сделать но если они у вас плохо опалены и просто на газовой плите опалитесь не в щетину помойте под горячей водой они у вас такие будут чистенькие и аккурат далее их нужно на ночь залить холодной водой и оставить на столе в кастрюльке чтобы вода вытянула из них кровь эти чистенькие все мельники может быть эта процедура потом вечером залили там постарели крови много слили свежую водичку пальму залили несколько раз поменять воду придется остальное все просто после замачивания еще раз промываем сейчас наливаем чистой воды и ставим это дело бланшироваться сейчас покажу как свиные ножки это деликатес вазе стоит дороже мясо бланшировать то есть чистую холодную воду пускаем их и ставим на газовую печь после того как она закипит все это дело снимаем пену кипятим 10-15 минут и первый бульон выливаем он у нас выйти зачем это делается это вытягивается опять же кровь слизь неприятный запах которого когда холодец варишь вот многие не вымочены пахнет и в холоде даже пацан уже вымачивать и первую воду он отбаншировать вылить в азии бланширует практически все первый грязный бульон выливается и потом уже готовится вот друзья смотрите ножки закипают и по мере выделения пены собираем ее тарелку первую бульон мы не солим не печь и ничуть не делка чтобы пена не перевернулась вот это вот всплывает всякая ненужная нам бека после закипания кипятим ну варим минут 10-15 после чего просто под холодной под проточной водой все это дело промываем и так друзья все ноги отбаншированы промыты почищены там ничего плохого на них не осталось они чистенькие аккуратненькие дальше закидываем теперь специи небольшую головку лука на 4 части крупно режем закидываем сюда 3-4 зубчика чеснока тоже пополам просто разрезаем закидываем сюда небольшой кусочек имбиря режем крупно закидываем сюда но и чили по вкусу по желанию закидываем сюда дальше берем соевый соус добавляем грамм 30 соевого соуса закидываем сюда и на этом этапе нам нужно еще посолить немного потому что потом будет еще этот заливаться все друзья сейчас как закипит готовим в час 15 после этого вернемся и продолжим итак друзья смотрите час с небольшим копытца ножки поварились час откидываем их на друшак и продолжаем готовить нашу по ним просто стекли обсохли немного так уж я продолжаем нагреваем сковороду в казанок неважно какую-нибудь посуду которую можно жарить наливаем растительное масло добавляем к растительному маслу пока она очень не совсем нагрелась кипяток столовую ложку сахара на жена родной мама давайте еще добавим 2 столовых ложки сахар у меня сахар тростниковый если у вас нет ничего страшного берите обычный сахар и будет все хорошо сахар нужно мешать потому что часу начнет кара алиминзоваться он начнет пузыриться и будет все что надо так вот лучше видно будет смотрите друзья сахар расплавился но он еще не закипел когда начнет пузыриться вот будет как раз то самое нужное нам время причем пузырьками не идет вот друзья тот самый момент виде сахар начинает пузыриться вот эти вот пошли пузырьки значит все готово вот он поменял цвет резко это все происходит очень быстро теперь добавляем сюда имбирь чеснок звездчатый бадьян сухой перец лавровый лист и все это дело размешиваем эти ингредиенты на подготовить заранее потому что происходит очень быстро как видите да и не путайте друзья бадьян с анисом это разные растения бадьян это кустарник аниса трава хотя пахнут они одинаковые в принципе можно заменить друг другом ничего страшного не будет быстренько обжарили имбирь и пошли ноги мальчика так высота вкусно но и ноги еще не готовы а запах запах пошел шикарный просто бульон которым варилась варились ножки выливаем он нам больше не нужен так дальше друзья пошли китайские соусы без которых никто не готовит свинину это устричный соус ложка на такой густой вкусный легкий соевый соус но обычно сгодится тоже и ложку креветочного соуса соусы пошли ложку хайсина перебродившие фасоли она у меня уже чили я больше чили добавлять не буду тут и так достаточно добавлю 2 очень мощная ароматная штука рецепт как приготовить ее есть на канале делается долго но хранится очень долго и в отлично добавляют блюдом получается вкусно и также добавим ложку качунжана вот такая паста но если у вас ее нету ничего страшного обойдетесь спокойно без нее вообще можно наказать ее хватает тоже на очень долго и стоит принципе это банка недорого с интернета можно выкидывать везде продается магазинах без проблем здесь потому что китайцы рядом так все друзья немного обжарили все это дело и заливаем опять водой и варим примерно еще час ну может быть чуть больше пока вся жидкость у нас не испарится кости время от времени я буду ножки мешать чтобы они равномерно пропитывались от этим всем вкусным уже ароматным бульоном который в дальнейшем превратится у нас соус этим ногам и ноги пока видите такие упругие плотно еще как резинки от резиновые они еще не развалились поэтому она им еще повариться если у вас нету там перцев каких-то заменяйте обычным чили ничего страшного тело сухие перчики очень острые я три штучки бросила китайцы кидают и прям горстями туда но это вообще-то вырви глаз получается очень острое сейчас все дела закипели будем варить пока все вся жидкость не упарится практически до конца мы проживала получиться сейчас мы просто заниматься делами не мешаем все это варится без нас вернемся примерно через часик покажу что получилось ну что друзья смотрите на это вода жидкость практически выкипывала еще маленько совсем осталось полтора часа все это делал мне на медленном огне томиться сначала первый час томилась но сидела под крышкой сейчас открыл крышку и выпариваю воду еще чуть-чуть выпарить и будет то что нужно друзья обратите внимание вот соус все выкипел уже жидкости практически не осталось все все готово укладываю тарелку можно пушить привод прикладываем тарелку и попробуем так ну что друзья все рис готов эти вы рассыпчатый отлично сваренный ну а ножки вот так их нужно полить вот этим остатками соуса но без всяких там имбирей и всякого вот так вот как это пахнет друзья просто чудо кто любит китайскую кухню это ваш вариант смотрите насколько мягко все это пока вызвить все упарилась распарилась и получилось то что должно было получиться то что надо на югой соус как глянцевый все это дело конечно кушать стрессом очень мягко я попробую друзья это нежная консистенция не похоже ни на что это офигенно однозначно рекомендую попробуйте это вкусно ну все друзья на этом пожалуй заканчиваю это видео всем понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик и ничего не пропустить следующий раз мы приготовим гурдинку тоже будет вкусно всем спасибо что смотрели до конца всем до встречи и всем пока